Привет! Сегодня я хочу ответить на очередной вопрос с доски Трелла, это по софт-скиллам, как натренировать свои софт-скиллы и приписка была общение и коммуникация. Софт-скиллы это не только общение и коммуникация, но по поводу общения и коммуникации давайте начнем с этого. Скажем так, коммуникация бывает либо устная, либо письменная, да, то есть и то и другое нужно тренировать. Устная коммуникация тренируется в том, что ты стараешься больше говорить, стараешься больше высказывать свою точку зрения устно. И для этого, собственно, я завел этот канал. Я стараюсь просто без подготовки говорить на темы, которые я знаю или которые вы спрашиваете, развивая устную коммуникацию. Письменная коммуникация развивается тем, что нужно писать. Это может быть блог, это может быть даже твиттер. И твиттер, возможно, лучше в том плане, что он тренирует очень емко излагать свою мысль в 140 символов, к чему, к сожалению, советская школа литературы и русского языка не располагает. Потому что нас всех тренировали писать огромные сочинения по, я не знаю, по сколько там листов, где, в принципе, важно было не столько раскрыть мысль, сколько накатать там 7-8 листов сочинения. По крайней мере, так учили меня. Если вас учили как-то иначе, то, ну, простите, у всех была разная школа. Но в целом, когда я спрашиваю людей, это имело место быть количество листов. В то время как в США, например, там совершенно другая система, там очень популярен жанр эссе. Это как раз-таки максимально кратко и лаконично и правильно изложить свою мысль. Чувствуете разницу? Количество листов и краткость сестра таланта, где нам говорили. И так уж получилось, что из школы мы не умеем излагать мысль кратко. И когда ты читаешь тикет, который написал условно русский программист, то там просто будет столько воды, где можно было написать вот столько текста. Понятное дело, что это никак не помогает передать мысль, потому что чем короче ты передашь мысль, тем, скорее всего, ее быстрее поймут. Это про то, как писать. Нужно писать, завести блог. Если ты написал и ты понимаешь, что у тебя там получилась простыня текста, посиди переработай, возьми, составь план по буллетам, что ты хочешь сказать. Потом напиши там к каждому буллету одно-два предложения. И все. То есть не надо ничего больше развозить там, раскатывать по бумаге. И точно так же, когда вы пишете мне вопросы, если вы понимаете, что вы написали вот столько, я не прочитаю это, у меня нет времени на это. То есть я такой же человек, как все остальные, у меня есть семья, и я просто скажу, ребята, извините, я не осилил очень много букв. И это правда. То есть, ну, не стоит на это обижаться, стоит тренироваться и писать меньше. Вот. Это про то, как писать. Если вам вдруг прислали такую простыню текста, и вы по работе обязаны с этим ознакомиться, то вы можете просто постараться составить этот тезисный план за того человека, который вам прислал это. То есть взять лист бумаги и попытаться вычленить все эти основные моменты. И потом переспросить, а правильно ли я понял, что вот это вот основные моменты, которые ты хотел, собственно, изложить. И подтолкнуть того человека к более лаконичному изложению мыслей. Про устную коммуникацию. То есть с письменной коммуникацией все очень легко. Ты написал, и у тебя есть время прочитать и исправить, прежде чем отправить. Да, в устной коммуникации все гораздо сложнее, в том плане, что иногда ты сказал что-то, и назад это уже не вернешь. В этом плане очень хороший есть такой пример. Раньше, когда радиостанции были еще популярны, и когда туда любили звонить люди, у диджея была такая секундная задержка. То есть когда человек говорит в эфир по телефону какую-то непотребщину, диджей всегда мог нажать кнопочку, и в эфир пошла музыка, а какие-нибудь нецензурная лексика или тому подобные вещи никогда не пошли в эфир. И я рекомендую вам такую кнопочку тренировать у себя, то есть когда вы особенно принимаете участие в какой-то горячей дискуссии, и вы понимаете, что вот вас вот сейчас вот разорвет, вы вот так вот эту кнопочку нажимаете, делаете секундную паузу, а потом переформулируете мысль и старайтесь ее изложить максимально, скажем так, без каких-то горячих фраз и без каких-то переходов на личности. Потому что далеко ходить не надо, в моей карьере были примеры, когда людей увольняли из компании за один, в один день увольняли, за то, что люди просто в горячей дискуссии перешли все грани, перешли на личности и начали уже, ну, не оскорблять напрямую, но просто говорить, а вот ты это, это, а вот ты это, это, а вот ты это, это, и в очень такой грубой ультимативной форме. Понятное дело, что это происходило не один раз, но один конкретный раз это уже просто переполнило чашу терпения, и каким бы не был хороший программист, его уволили. Если вы не хотите, чтобы вас уволили из-за такой фигни, развивайте общение и коммуникацию. Но это общение и коммуникация, но софт-скиллы не ограничиваются общением и коммуникацией. Опять-таки, общение не может быть эффективным, если у вас отсутствует эмпатия, и если вы абсолютно не можете поставить себя на место другого человека и почувствовать, а что чувствует в данный момент тот человек, и как-то, соответственно, этому переформулировать свою коммуникацию к этому человеку. Как это тренировать? Это сложный вопрос, но вы просто всегда задумываетесь, просто пробуйте поставить себя на место этого человека. Каждый раз это нужно делать, скажем так, насильно по отношению к себе. То есть вы должны постоянно говорить, окей, а что этот человек думает сейчас или что он чувствует. Потом это будет автоматически включаться, но пока это автоматически не начало включаться, нужно всегда, скажем так, давать этому время. В общем, это по большому счету все, что я могу рассказать про софт-скиллы и про коммуникацию в частности. То есть давайте повторим. Это заведите блог, старайтесь писать кратко и лаконично, начиная с тезисного плана. По поводу устной коммуникации попробуйте выступать на каких-либо конференциях, докладах или каких-то просто локальных метапов. Если ничего этого нет, попробуйте организовать какую-то мини-конференцию там, где вы работаете. Это всегда полезно, потому что вы учите других какой-либо теме, учитесь сами, когда эту тему подготавливаете. И третье, вы учите свою коммуникацию, вы получаете обратную связь в дружеской атмосфере от ваших коллег. Самое последнее, всегда думайте, прежде чем сказать, и старайтесь поставить себя на место того человека, с которым вы общаетесь устно или письменно. Это все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока.